Ахабаровские музыканты запели о хоккее Итоги матчей с Локомотивом и Северсталью Песни о хоккее Что и зачем поют хабаровские группы о команде Амур А также наш еженедельный топ новостей Четыре матча, столько будет длиться очередная домашняя серия тигров К первым двум матчам мы обязательно вернемся чуть позже А пока немного новостей Громкая вставка случилась в Магнитогорске Геннадий Величкин был уволен с должности вице-президента Металлурга Хоккейный менеджер работал в клубе с 1991 года За время его работы Магнитка трижды побеждала в чемпионате России И дважды выигрывала кубок Гагарина Результаты команды ухудшились несколько лет назад А в текущем чемпионате Магнитка угодила на последнее место восточной конференции После поражения от адмирала руководство клуба освободило Геннадия Величкина от занимаемой должности Следом за Металлургом хоккейный клуб Сочи впервые в своей истории уволил главного тренера по ходу сезона В отставку был отправлен Сергей Зубов Южане проиграли 10 из 10 последних матчей Опустились на дно таблицы Запада и терпение у руководства Сочи лопнуло В матче с московским Спартаком хоккеисты Амура праздновали первую в сезоне победу по булитам Игрой с красно-белыми хабаровчане завершали четырехматчевую выездную серию Первый период получился безголевым Счет в матче был открыт только на 35-й минуте Расторопнее всех на пятачке оказался Томаш Загорна В третьем периоде хозяева восстановили равенство И определять победителя командам пришлось в дополнительное время А затем и в серии булитов Благодаря надежной игре Евгения Аликина Москвичи не смогли реализовать ни одной своей попытки А вот у тигров сразу двое отметились точными бросками Это Томаш Загорна и Игорь Руденков Я думал, что все четыре игры были тяжелые Мы там могли получать больше очков Думаю, в Омске мы могли выиграть Там неплохо играли Но я очень рад, что сегодня получилось И мы уезжаем домой с двумя очками Тем временем амурские тигры только начали свое гостевое турне И первым соперником в поездке для команды Андрея Киселева Стал лидер чемпионата СК-1946 До встречи с хабаровчанами армейцы имели в своем активе 14 побед подряд И выигрышную серию хозяева продлили В первой игре СК-1946 обыграли молодых тигров со счетом 5-1 Во второй 6-0 Следующие матчи подопечные Андрея Киселева проведут 20 и 21 октября с молодежкой Динамо Новую домашнюю серию игроки Амура начали, можно сказать, с колес, только вернувшись с выезда И матчем с набравшим ход локомотивом Но несмотря на все эти обстоятельства, тигры смогли порадовать своих болельщиков Локомотив для Амура не самый удобный соперник Так в прошлом сезоне тиграм ни разу не удалось обыграть ярославцев Новая встреча с железнодорожниками для хабаровчан тоже складывалась непросто Такой у нас тяжелый выезд был, серьезные команды тоже бились, 50% очков взяли Перелет тоже такой непростой, только мало времени на адаптацию Сегодня такая вязкая игра была, что с той стороны, что с нашей Хорошо, что дотерпели, выстояли какие-то моменты, пятак почистили свой Первый гол болельщики ждали недолго Уже через 24 секунды от начала матча Владислав Ушенин открыл счет Гости ответили во втором периоде, но эта шайба стала для них единственной Как бы ни старались игроки локомотива переиграть Евгения Аликина Вратарь хабаровчан был надежен Острыми атаками команды обменивались вплоть до 58-й минуты встречи Пока за дело не взялся Никита Камалов Дебютную шайбу в сезоне защитник тигров отпраздновал птичкой В стиле форварда Вашингтона Евгения Кузнецова Женю Кузнецова вспомнили просто Давно уже была идея Как-то забить не получалось Вот получилось, забил, отпраздновал Поддержал, можно так сказать, его Мы играли по заданию, нам сказали Нужно третий период отыграть попроще На контратаках сыграть Сыграли, получилось забить Самое главное, об овертайме не было мысли 60 минут бы кончились, тогда бы уже думали об овертайме Отдельно хотел Женьку Аликину поблагодарить Он сегодня, конечно, полостался Как Лев Держанова в этой игре Ну, я думаю, ребята ему отблагодарили за это Хотя, еще раз говорю, что Игра не получилась в плане содержания В плане результата, да Я очень доволен результатом Но будем улучшать еще игру Пластался, как Лев Евгений Аликин И в игре с Северсталью Да так, что забить Столевары Голкипер у хозяев так и не смогли За все 60 минут У Амура же единственную шайбу Оформил Михал Йордан Этот гол для Чеха также стал первым в чемпионате Хабаровчане не забросили в большинстве Зато забросили в равенстве Появился на льду удаленный провольник Но он своей команде уже помочь ничем не мог В итоге 31 сейф Аликина Третья подряд победа Тигров Всего одно очко до зоны плей-офф И в хабаровской раздевалке Ожидаемо царит особая атмосфера победителей Молодчики Молодчики Завтра отдыхайте После завтра Парни Очень хорошие игры Очень хорошие командные игры Кто-то не забил Да, но все сыграли на результат сегодня Все молодцы, ребят Молодчики С победой Следующий матч Команда Александра Гулявцева Также сыграет на родном льду 21 октября В Платинум арену Пожалует Московская Динамо Все говорят, будь независимым Но от нас многое зависит Все говорят, не бойся рисковать А мы за надежность Будь сам по себе А мы верим в партнерство Потому что мы Газпромбанк Боленчики Тигров Одни из самых преданных в лиге Это знают все А вот что поклонники Хабаровского клуба Еще и самые музыкальные Наверняка немногие А ведь сразу несколько местных групп Имеют в своем репертуаре Песни собственного сочинения О хоккее Или команде Амур Здесь живут по амурскому счету Так пел известный российский певец и композитор Игорь Демарин Еще в 2006 году Время идет Но про Амур петь не перестают Трек Территория Тигров Творчество местной группы Бродвей Идея и частичный текст появился еще полтора года назад После того, как песня попала в фанатские группы Амура Музыканты получили от клуба предложение Открыть официальную часть домашней игры Тигров с локомотивом Страшно Мне лично было страшно Не знаю, как остальные Но я думаю, все немножечко так Мандражировали, так сказать Потому что много Большая аудитория Своеобразный звук Ну, с точки зрения техники для нас То есть это непривычно Что вот здесь происходит Важно же себя слышать Поэтому вот чуть-чуть Одно дело, то есть Когда мы там играем свои кавера В клубах, в барах На других площадках коммерческих А своя песня еще же страшнее Это как свое творчество Людям сейчас даришь Люди на тебя смотрят Говорят, кто такие В свое время про Амур пел и хабаровский рэпер Бонзай Его творчество в хоккейном клубе считают одним из самых успешных И они записали такой рыбачок про хоккейный клуб Амур Тоже выступали на льду, тоже вживую И тоже было очень круто Поэтому у нас теперь есть в роковой обработке Значит, в рэперской обработке Безусловно, у нас есть наши старкиллерсы Которые записывают голсон Которые поют постоянно с нами уже на протяжении четырех лет Впервые в Платину Марине группа Старкиллерс появилась в сезоне 2016-2017 С тех пор за живой звук на домашней площадке тигров отвечают именно они Музыканты участвовали почти во всех нашумевших предматчевых шоу Амура За годы сотрудничества хоккейный репертуар Старкиллерс расширился с 20 до 50 треков Есть одна голсонг, ее играют после заброшенной шайбы И четыре отбивки кричалки Мы решили, что нужно что-то мощное сделать, чтобы публика, вся арена вместе с нами кричала там Амур, там Тигры вперед, что-то такое Все эти отбивки записываются на студии Зачастую вместе с болельщиками Некоторые отбивки записывали болельщики То есть мы собирали прям большую группу из человек 15-20 Ставили их в студии перед конденсаторным микрофоном И они прям скандировали То, что вы слышите, это как раз таки их голоса Вдохновившись атмосферой в платином арене Старкиллерс написали и песню про хоккей Трек «Не плачь, Товгай» записывали прошлой осенью в Москве в одной из лучших студий страны Она хоккеиста, который всю жизнь играл в хоккей Был Товгаем, получил травмы и в итоге стал тренером Эту песню мы написали до того, как один из наших тренеров в тренерском штабе стал Собственно, работать в хоккейном клубе Амур Это про Юдина, да? Да, это чтобы люди понимали, что это не связано никак Ну вообще, песня, естественно, родилась под большим впечатлением от всей этой атмосферы От общения с болельщиками и вообще Какие-то очень сильные игры, очень быстрые, очень мощные Она очень похожа на рок-музыку Группа Старкиллерс не просто приглашенные музыканты Они неотъемлемая часть каждого хоккейного матча А еще они одни из самых преданных болельщиков команды Конечно, с каждым сезоном мы поглубляемся все больше Там какие-то правила лучше знаем Там уже смотрим, где удаление, какие нарушения То есть, ну конечно же, потихоньку следим за правилами Но все равно еще много чего нужно узнать Даже бывают такие мелочи замечаем, как изменения в регламенте Понимание игры помогает музыкантам и угадывать нужным треком Во время той или иной паузы в матче И сочинять отбивки кричалки Их, кстати, в этом сезоне станет больше Домашняя серия у тигров продолжается Ее итоги мы подведем в следующем выпуске А на сегодня это все Увидимся через неделю на телеканале «Губерния» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин